Россия продолжает предлагать активные усилия по содействию долгосрочному урегулированию в Сирийской Республике, в восстановлении её суверенитета, независимости, единства и территориальных целостностей. В этой связи нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнёров из Ирана и Турции. Совместными усилиями нам удалось многого достичь. Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидировали. Заметно сниженный уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведётся инклюзивный политический процесс под эгидой Организации Объединённых Наций. Принципиально важные значения на данном этапе имеют и задача постконфликтного восстановления Сирии, и в первую очередь возвращение народного сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Как известно, это является одним из ключевых условий основополагающей резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. И на сегодняшний день за пределами Сирии находятся, к сожалению, более 6,5 миллионов беженцев. Подавляющее большинство из них трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны. Кроме того, их возвращение отвечает и внутренним интересам принимающих государств, прежде всего соседей Сирии. Поскольку нагрузка на них достаточно серьёзная, они вынуждены нанести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийц. Не говорю уже о том, что беженцы из числа молодёжи зачастую попадают под влияние радикальных элементов, вступают в ряды боевиков и могут представлять угрозу для страны пребывания. Ещё в 2018 году я обращался к международному сообществу с призывом поддержать инициированный правительством Сирии, вами, господин президент, процесс возвращения на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Тогда же мы с вами условились расширить двустороннее взаимодействие на данном направлении. В частности, были сформированы межвидомственные координационные штабы. В самой Сирии по сей день принимаются меры по улучшению условий жизни и труда, снимаются различные ограничения политического, социального и психологического плана. Предпринятые усилия дают результат. Из-за рубежа вернулось свыше 850 тысяч сирийских граждан, а вместо постоянного проживания внутри страны возвратилось более 1 миллиона 300 тысяч человек. Это, безусловно, Ваша заслуга, господин президент. Это в целом хорошо, но масштаб гуманитарной катастрофы, а по-другому это назвать нельзя, всё ещё остаётся весьма значительным. Сейчас, когда на большей части территории Сирии наступил мир, спокойствие, есть хорошие возможности обеспечить массовое возвращение беженцев домой. И, конечно, важно, чтобы этот процесс шёл естественным путём, без принуждений. Каждый сирийский должен принять решение самостоятельно, получив достоверную информацию о положении дел у себя на родине, в том числе о предпринимаемых вами, господин президент, руководством Сирии шагах по налаживанию мирной жизни. Именно на это и нацелена Международная конференция по беженцам и внутренне перемещённым лицам, которая состоится 11 и 12 ноября в Дамаске. Россия всецело поддерживает это мероприятие, активно помогает в его подготовке и проведении. Своё участие подтвердили представители многих государств, а также Организации Объединённых Наций и Международного комитета Красного Креста. Российская делегация будет одной из самых многочисленных. В неё войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Помимо активного участия в работе форума, они планируют провести контакты с сирийскими коллегами для обсуждения наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, к мероприятию будет приурочена и передача Сирии более 65 тонн гуманитарного груза. Рассчитываем, что конференция станет результативной, позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев и тем самым будет способствовать достижению долгосрочной нормализации в Сирии. И надеюсь, что успех будет обеспечен. Мы, во всяком случае, господин президент, будем стячески к этому стремиться. Спасибо. Большое спасибо, господин президент. Я рад сегодня организовать с вами эту видеоконференцию, особенно в преддверии созыва международной конференции по беженцам, которая в ближайшие дни будет созвана в Дамаске. Благодарю вас за ваше внимание к этой проблеме, к проблеме беженцев. Это гуманитарная проблема. Однако многие государства мира пытаются ее политизировать, но это национальная проблема. И все власти в Сирии заинтересованы в ее решении. Это один из главных приоритетов нашего правительства на следующем периоде, особенно после того, как была соброждена значительная часть территории Сирийской Арабской Республики. И мы смогли на этих территориях искоренить терроризм. Естественно, этот вопрос пользуется приоритетностью. Но мы, помимо этого вопроса, хотим, естественно, обсудить другие вопросы. Как вам известно, господин президент, многие беженцы, многие ВПЛ бежали из-за страха перед терроризмом, другие бежали из-за того, что была разрушена инфраструктура. Они потеряли места для работы. Мы продолжаем поддерживать контакты с большой частью, непосредственный контакт с большой частью государств, в которых проживают эти беженцы. Знаем, что они пытаются вернуться в страну, но они очень сильно хотят вернуться, особенно после того, как Сирия предоставила определенные поблажки, льготы, которые стимулируют процесс возвращения. Однако проблема, что остается в некоторых регионах нашей страны, терроризм, наряду с тем, что в отношении Сирии действует экономическая блокада, в отношении ее народа действует блокада. Это не помогает нам обеспечивать первоочередные потребности сирийских беженцев. Школы закрыты и разрушены. В принципе, первоочередные услуги сложно обеспечить. Кроме того, беженцы, которые возвращаются, должны иметь перед собой определенные горизонты для нормальной жизни. Проблема в том, что, накладывая Западом эмбарго, представляет огромную сложность в реализации этих задач. Мы большую надежду возлагаем на эту конференцию. Надеемся, что результаты будут практические. И сирийцы не только готовы, но и с большим воодушевлением хотят реализовывать практические договоренности на протяжении ближайших месяцев сразу после конференции. И мы знаем, что большая часть беженцев поддерживает сирийское правительство. И, к сожалению, сейчас условия не позволяют им вернуться. Мы ценим заинтересованность других государств участвовать в этой конференции. Надеемся на то, что будет возможность немножко облегчить нынешнее экономическое эмбарго или его прорвать совместными усилиями для того, чтобы сформировать подходящие условия для возвращения беженцев. Ещё раз, господин президент, благодарю вас за эту возможность связаться с вами. Благодарю вас за внимание, которое вы, Российская Федерация, руководство Российской Федерации, уделяете этому вопросу. И, несмотря на все международное давление на международные санкции против этой конференции, вы помогаете нам её организовать. Мы уверены в том, что это будет успешно и нацелены на дальнейшее сотрудничество и с Российской Федерацией, и с другими заинтересованными государствами по этому реферату, по этому вопросу, и уверены, что, как по итогам, по аналогии с итогами Второй мировой войны, мы сможем, правда за нами, мы сможем её отстоять. Благодарю вас ещё раз за поддержку Дамаска, поддержку правительства Сирийской Арабской Республики в преодолении этого кризиса, в постконфильном восстановлении и возвращении беженцев. Спасибо. Господин Президент, предлагаю коротко поговорить по некоторым деталям, связанным с организацией этого мероприятия, ну и, может быть, несколько слов по нашим двусторонним отношениям.